доброго времени дорогие друзья у нас проект элик и так после серьезного журналистского расследования которое вышло на этой неделе айлы хасон которым раскрыты схемы как от партии рам мансура аббас арабской партии поступает через разные источники деньги в том числе в газу и хамасу разгозился разразился серьезный скандал на радиостанции галий царь в который пригласили мэра тайбы мансура господина мансура которого задали вопрос как он объяснит то что через организацию 48 так называемую поступает деньги в прямо в хамасу он отметил что он никогда не скрывал что и тайбы и те деньги которые перераспределяются в том числе попадая в газу на благотворительные цели и неважно куда они идут эти деньги являются палестинскими деньгами и естественно город тайбы поскольку разразился между ним и радиоведущим такая перепалка он заявил что тайба является исконно палестинской территории палестиной и тех жителей израильские арабы являются просто палестинцами с израильскими паспортами после этого завершилась это это перепалка и надо отметить что сразу в ультимативной форме после этого вышло вышло от обращения мвд по отношению к господину мансуру которому сказали что в случае если он заявляет что это палестина то ему прекратят финансирование соответственно тот долг который 45 миллионов шекелей которые им простили государству он тоже назвал это деньгами которые принадлежат исконно палестинцам и палестине надо отметить что и раньше и господин мансура выступал на радио галициаль достаточно правая радио и естественно всегда заявлял что мы за мир мы за то чтобы убрать проблемы в смешанных городах чтобы евреи и арабы жили вместе но он никогда не уточнял что он имеет ввиду и вот после этой перепалки после того как все маски сброшены мы понимаем что он имеет ввиду что нету проблемой жизни евреев и израильтян когда это будет палестина то есть полное уничтожение естественно когда они добьются своей цели мы видим есть с одной стороны хамас и другие организации которые выступают военизированы есть такие которые под приму прикрытием якобы умеренные которые пытаются разрушить нашу страну причем деньгами в том числе нашими то есть часть этих денег из-за фондов фондов перераспределялись из государства израиль то есть наших денег и мы понимаем что тот факт что что происходит сейчас это после этого журналистского расследования это огромный урок для нас потому что если бы и господину мансуру который мэр тайбы израильского города просто в свое время сказали бы что израиль это наша наша страна наше государство наша земля данная всевышним нет никакой палестины он наверняка бы уже так не разговаривал и всем вот этим вот друзьям нашим в кавычках братьям нашим двоюродным если бы заявили это воочию то ничего бы такого не происходило не разграблялись бы наши деньги бюджетные деньги не направлялись бы ни много ни мало хамасу это огромный урок с другой стороны огромный вопрос и заключается в том куда смотрели наши спецслужбы и почему они до сегодняшнего дня прикрывали и наверняка они были знали если журналистское расследование дошло до того чтобы выкопать и раскопать все эти схемы передачи денег хамасу якобы умеренными партиями рам то естественно и спецслужбы об этом знали вопрос почему они спят почему как сказал в свое время бенгвир они засыпают на на службе и что является причиной того такого отношения спецслужб к арабам в принципе вопрос риторический кто сидит во главе там не так давно у нас был обзор посвященный бывшему заместителю массада который взял к себе на работу арабку то есть для нас огромный урок что там наверняка сидят до сих пор леволибералы которые покрывают закрывать глаза на такие преступления это уже надо расследовать и самих спецслужб почему они покрывают арабские схемы это для нас урок нам нужно прекрасно понимаете все чаще и громче говорить что земля израиля израиль государство израиль пенаджи только евреям и уже давно пора было изменить ситуацию в которой наши враги сидят внутри кнесета то есть арабское население имеет вообще право на голос давно нужно было это изменить эту ситуацию давно уже было лишить их всех льгот а у них достаточно налоговых льгот в их городах им достаточно прощают я не видел ни этого города что простили 45 миллионов шекелей просто в знак доброй воли нет такого арабам все сходит с рук так вот пока не будет коренное изменение в головах евреев и израильтян и понимание что и осознание что мы здесь для особой цели миссии то к сожалению будут такие лживые вещи такие гнусные вещи всплывать и дальше не только в журналистских расследованиях к сожалению но и в других местах а то что они еще раз нужно поблагодарить мансура за то что он открыто заявил что он считается палестинцев открыто заявил что израильские арабы то не граждане израиля граждане палестины вот легче понимать когда враг говорит правду а мы к сожалению пока что не научились говорить правду воочию открыто правду что всевышний дал землю израилю нам еврейскому народу и нет никакой палестины и не существует ни палестинского народа не палестины это правда нужно говорить открыто и не стесняться полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео другим видео с друзьями и с божьей помощью будем следить больших чудес нашей прекрасной цветущей стране и в мире в частности если вы интересуетесь новостями израиля вам нравится наш прохелик вас какие-то комментарии идеи пожелания пожалуйста не стесняйтесь оставляйте под этим видео если вы хотите стать спонсором нашего канала складочка от спонсорства помогайте нам будьте здоровы берегите себя близких и до скорых встреч